всем доброе утречка всем привет 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 так собираем заказ в норвегию танечка начинаю сразу утро чтобы ничего не забыть сначала конечно у меня столько счастья сегодня наконец-то моя метла со мной моя селфи-палка которая оказывается всего лишь закатилась в машине под сиденье а мы ее искали всем домом и дурдомом не знали где она так танечка забирает последнюю лампу последнюю кстати единственную которую нас есть у меня убедительная просьба для всех кто получил по ссылке пишите в комментариях отзывы не пишите мне в личку пишите в комментариях мы хотим чтобы этот youtube канал развивался потому что большое количество приходит сообщений каждый раз когда вы мне пишите в личку это для меня работа добавляется пожалуйста все кто получил по ссылке пишите выжить и свои ощущения пишите разницу потому что ароматы это продавать ароматы на расстоянии это знаете как такая любовь на расстоянии пишите свои ощущения пишите как вот это передает камера а как на самом деле это выглядит я очень часто слышу к счастью что галина на его это еще лучше чем по телевизору пожалуйста пожалуйста пишите я буду очень рада отзыву комментарии танечка я вчера сказала да я эту лампу никогда в жизни не испробовала мне будет очень интересно очень 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 я это все сейчас собираю у меня уже есть список я знаю пожалуйста 2 маркизки хорошо параллельно приходят сообщения там придут некоторые вещи которые будут лимитированные диффузоры придут с розами все это придет я тогда сразу пойду под это видео где я говорила пишите кто что хочет и в первую очередь положу то что девочки заказывали таня как эта лампа работает я не знаю я никогда честно скажу не не пользовалась мне будет очень интересно ощущение кстати ароматерапия это классная вещь мне кажется сегодня нет уже просто человека независимо от того верить не в магию в астрологию который не знает такое слово как чакры очень классная вещь вы знаете почему многие люди не верят в астрологию потому что астрология у них ассоциируется я прошу прощения вас просто такой мне мама опять дома скажет сколько ты будешь свои волосы трогать на улице такой ветер вот так вот все на голове люди многие люди не верят в астрологию по той причине что вы должны понимать разницу между гороскопом который там написан например в каком-нибудь журнале лиза и астрологию какая она есть это сложнейшая наука я бы даже сказала что вот сделать диагностику какому-то человеку либо характеристику на картах таро сейчас меня начнут метлами бросать ведьмы но на картах таро мне например было бы даже проще я изучаю астрологию но мне кажется астрологию как и в принципе карта таро можно учить всю жизнь а люди почему так относятся скептически типа я не верю ни в какие гороскопы в смысле ты не веришь что такое солнечный знак что такое асцендент это не так как вы покупаете на вокзале либо в каком-то ларьке журнал лиза открываете этот журнал и там написано дева что ждет на этой неделе деву вот мы недавно в комментариях этом переписывались до мистер x валентина наша фелис на лорай вот мой гороскоп не совпал вообще по какой причине потому что вот эти гороскопы которые вы читаете в журналах в газетах это не совсем то это можно даже на небо не смотреть а просто взять характеристику человека например там не знаю там телец да о стихия земля на следующей неделе вас ждут там надо накопления прибавления по какой причине потому что тельциты жадины сейчас никого не хочу обидеть я просто говорю как это есть вот более таким доступным языком до телец это жадина телец это накопитель у тельца должно быть вот знать как хомяк тельцы это хомяки это самые лучшие банкиры они вам например дадут кредит на такой чтобы они выиграли вот казалось бы такая безобидная стихия земля телец да это либо там я не знаю я к чему это говорю к тому что вот эти вот гороскопы которых таких в этой уличной прессе составляются мне иногда кажется они даже вообще не смотрят никуда кроме как просто это психологическая как характеристика того либо иного знака вот что будет на неделе и так далее там немножко поглубже это смотрится есть 10 важных планет каждому знаку зодиака соответствует определенная планета например раки это луна девы там у них защиту входит богиня прозерпина которая все мерила считала вот почему девы до дева верит в то что до чего можно дотронуться вот по этой-то причине девы и не верят в сказки если они в эти сказки верить не хотят сидела захочет поверить в какую-то сказку поверит она но опять таки она потом быстренько так раз соберется и пойдет дальше работать скажем так да то есть к чему это говорю к тому что вот эти вот гороскопы из серии журналу лиза это так знаете это я могу тоже сидеть там например и редактором этом говорить о раки почувствуйте себя уверенно почти все знают что раки они супер осторожные да потому что них кроме вот этого панциря внутри очень мягкая структура либо там например овен до готовьтесь к тому что вы победите ну да потому что овен то вечном бою овен захотел и он пошел это делать овен никогда не думает о второй половине овну хорошо когда ему хорошо вот недавно очень классный пример привел один таролог он сказал знаете вот эту ситуацию когда садитесь в самолет там случае разгерметизации салона сначала ребенку маску кислородную затем себе вот на примере овна он сначала себе это сделает а потом всем остальным в чем в принципе и есть в итоге суд потому что если его не будет может быть ребенка потом рядом не будет но к чему это говорю к тому что это вот такие краткие характеристики и по этой причине если вы скажете а веришь ли ты в гороскоп в журналах лиза в гороскоп нет мало того я эти гороскопы даже не читаю по той причине что это очень очень поверхностная информация так танечка что вы еще хотели вы хотели золотую елочку золотую елочку ставим сюда меня попросили сегодня вечером такую тему запустить ангела хранителя и так далее поговорим так танечка мочалочку поговорим обязательно на эту тему я кстати когда у меня такие вот люди спрашивают лично какие-то просьбы чем я руководствуюсь когда я вам это рассказываю личным опытом и потом еще скажу честно я также консультирую с людьми потому что личное мнение личный опыт это одно вот например а например в нашем ведьминском котле у меня тоже есть свои консультанты например там есть какой-то вот вопрос люди спрашивают как вот а как правильно я в таком случае делаю это на секунду так ладно зачем это восстановились соседи отвлекли а с кем я консультируюсь когда вам даю некоторые вещи но это какие-то личные знания личный опыт какие-то знания не знают куда они вот есть и как-то это совпадает есть конечно такие вопросы когда мне приходится побеспокоить либо священников либо магов либо астрологов либо психологов вот четыре разные мнения слушаю и вот какой вариант мне ближе тот озвучиваю и не стесняйтесь в эфирах либо в комментариях под видео писать свое мнение каждый человек имеет право на своем мнении как правильная такая ошибочная guten morgen всё они поэтому вы можете вы можете эфирах так сказать Я не хочу ничего, чтобы не было. Я все, три-два импульс, коронавирус, но я боялась с этой новой вариантом. Но если вы уже три-два импульсировали и коронавирусов, как я тоже, то должны мы уже не пилы. Нет, не пилы. Танечка, я не суйолочки. Товарищ, я тоже сделала три прививки и переболела коронавирус. У меня, не знаю, три или четыре прививки, плюс еще коронавирус. Я уже ничего не боюсь У нас есть иммунитет Танечка Норвегия Наполняем сердечную чакру Наслаждаемся Заряжаемся Все слаживаем До скорого